Бюджетная сфера Мы не против того, чтобы формировались бюджеты на черный день, но мы категорически против того, чтобы средства ФНБ хранились в валютах, в том числе и недружественных стран. Согласно отчету исполнения бюджета с 2021 год, мы видим, что только в 2021 году, только за счет курсовых разниц ФНБ потеряла 200 миллиардов рублей, которые удалось компенсировать только за счет роста цены акции на Сбербанк Аэрофлот. На наш взгляд, это хорошо иллюстрирует то, что если бы средства ФНБ более активно направлялись в российские предприятия, в российскую экономику, то они были бы и более сохранны, и российская экономика развивалась бы более высокими темпами. Правительство обещает нам скорректировать бюджетное правило на последующие годы. Мы очень активно будем следить за этим процессом и настаиваем на широкой дискуссии по этому вопросу. По отчету по исполнению бюджета за 2021 год у нас есть ряд очень серьезных вопросов, озвучу только пару из них. Первый, мы видим очень сильную зависимость бюджета от нефтегазовых доходов. Мы видим, что в 2021 году удалось избежать дефицита только за счет сильного роста цен на нефть и газ. И мы не видим, что правительство предпринимает какие-то действенные меры по изменению этой ситуации. Вторая очень существенная проблема – это низкий уровень эффективности бюджетных расходов. Мы видим, что продолжает расти дебюторская задолженность. Мы видим, что треть социальных объектов в 2021 году не были введены в эксплуатацию, и часть из них рискует стать недостроями, которые в последующем году накопилось у нас огромное количество. Мы долгие годы говорим правительству, что у чиновников правительства очень низкая ответственность за принимаемое ими решение. Но правительство, опять же, не спешит как-то ситуацию исправлять и никакие меры не предпринимает. Эти и многие другие вопросы не позволяют нам сегодня поддержать отчет по исполнению бюджета за 2021 год. Действительно, по исполнению бюджета очень много вопросов, поскольку это исполнение является неравномерным и довольно неоднозначным. Например, такие программы, как развитие здравоохранения и развитие энергетики, выполнены лишь порядка на 83%, что вообще-то оценивается как показатель ниже среднего. В том же здравоохранении отдельные положения вообще вызывают легкий ужас, потому что, например, объекты высокотехнологичной медицинской помощи вместо 8 введен всего 1. То же самое по наркологической помощи. Вместо 5 объектов введен 1. Похожая ситуация и, например, с поддержкой многодетных семей. Уровень исполнения здесь всего лишь 48%, то есть меньше половины. Причем из содержания отчета даже невозможно составить более-менее целостное представление, что именно вызвало такие низкие показатели. С этим еще предстоит дополнительно разбираться. Помимо этого мы видим, что действительно, как уже было сказано, доходы бюджета в существенной степени по-прежнему формируются за счет нефтегазовой сферы. Порядка 9 триллионов рублей поступление в бюджет – это 35%, то есть по-прежнему как минимум на треть страна зависима от нефтегазовых доходов, которые, в свою очередь, крайне зависимы от колебания мировой конъюнктуры, от цен на энергоносители. При этом общий же уровень доходов в федеральном бюджете составляет меньше 20% от ВВП, то есть по большому счету меньше даже каждого пятого рубля попадает в казну, а все остальное вращается в том числе и в кармане крупного бизнеса, той самой олигархии, против которой мы так активно боремся. Нужно также понимать, что и другие показатели вызывают много вопросов, их много, перечислять можно достаточно долго. Важно то, что, например, и нефтегазовые доходы, которые, да, чуть-чуть подросли, и мы это приветствуем, но этот рост в значительной степени обеспечен за счет поступлений от того же НДС, который, по большому счету, представляет из себя налог на развитие. И, строго говоря, его вообще не должно быть. Мы считаем, что налоговая система должна быть в корне пересмотрена. Вот НДС нужно отказываться и наполнять казну за счет резкого повышения подоходного налога введения прогрессивной шкалы на доходы богатых и сверхбогатых. Более того, могло бы действенной мерой быть отмена НДПИ с одновременным введением достаточно высоких вывозных пошлин на энергоносители. Это позволило бы как сбить цены на бензин, топливо внутри страны, так и, опять же, пополнить казну. Короче, предложений достаточно много, они конструктивные и отражают реальные требования времени. Но, к сожалению, мы пока не видим у действующей власти политической воли и желания идти по такому пути. Поэтому поддержать отчет об исполнении бюджета мы действительно не можем. И настраиваемся на серьезную борьбу, когда будет внесен проект уже федерального бюджета на будущий период, для того, чтобы провести нашу точку зрения и все-таки заставить власти прислушаться к голосу разума. Одним из основных вопросов повестки дня – это отчет уполномоченного по правам человека Москальковой Татьяны Николаевны. Мы, фракция КПРФ, поддерживаем все начинания всех руководителей, которые защищают права граждан. К сожалению, в следующих вопросах повестки дня мы не видим защиты граждан. И вот, товарищи говорили об отчете правительства 2021 года. Вспомните, какую задачу ставил президент в 2021 году. Это уменьшение количества бедных. Добилось ли правительство этого результата? Нет, не добилось. Потребительские возможности граждан Российской Федерации, они снижены в 2021 году. И, к сожалению, предложение фракции КПРФ не слышит правительство Российской Федерации. Также будет блок законов по объединению фондов, так называемых, пенсионного и социального страхования. Мы в первом чтении поддержали эти законы, потому что считаем, что и пенсии недостаточные у наших граждан, и медицинское обеспечение слабо именно из-за технологии этого обеспечения. Деньги собираются в пенсионный фонд, налоги и сборы, страховые налоги и сборы. Все это должно поступать в бюджет Российской Федерации. Фонды эти, они носят только обременительный характер. И мы в первом чтении поддержали только потому, что должны объединяться эти все фонды, средства должны пополнять бюджет Российской Федерации, и все социальные и пенсионные выплаты должны идти из бюджета Российской Федерации. Почему мы так считаем? Потому что недофинансирование пенсионного фонда из бюджета пришлось выделять средства. Фонд социального страхования, значит, деньги еще остались, хотя путевки многие граждане не получили. Ну а фонд медицинского страхования, здесь отдельные вопросы. Мы считаем, что страховая медицина, и вы все знаете по своему обращению в медицинские учреждения, что страховая медицина, она себя не оправдывает. Есть система Симашка, есть все предложения фракции КПРФ. К сожалению, финансовый блок правительства не слышит рекомендаций здравых людей. Ну здесь надо поправлять, я думаю, что интенсивная работа фракции КПРФ подействует на правительство Российской Федерации. Спасибо.